Говорили про слушателя, вот теперь хочется поговорить про человека, который на конференции идет выступать. О, это супер тема. Вот давай начнем вообще с того, типа, вот представим, что ты хочешь выступать на конфе, но у тебя нет такого опыта, как вообще начать? Так, я помню, как мы начинали. Тут главное пересилить себя. Вообще страх выступления – это очень-очень серьезный страх. Я анализировал, откуда и как это происходит. В основном мне кажется, что это происходит из-за того, что человек сильно заморочен на себе. И думает, как о нем подумают. То есть это, по сути, как бы думание о себе, как о таком предмете или человеке, который кого-то волнует. Чтобы от этого избавиться, нужно понять, что ничего страшного нет. То есть если даже ты опозоришься, тебя водой обольют, или ты запнешься, или еще что-то, все об этом забудут ровно минут через 10. Просто так, как выйдут, потому что у людей много в жизни других историй. То есть это, по сути, такой некий эгоизм, как мне кажется, когда ты думаешь, что на тебе сосредоточено все внимание. Всем реально все равно. Это как бы эмоционально, как ты можешь попытаться это сделать. Второй момент, то, что лично для меня работал, ну и работает, это знание своей темы. То есть ты должен быть реальным экспертом. Вот меня можно разбудить ночью, и на любую из тех, в которые я профессионал, начать спрашивать. Ну, как бы я не потеряюсь. Поэтому боятся в том числе и люди, что они думают, что они недостаточные эксперты. Чтобы быть достаточным экспертом. Естественно, во всем экспертом быть нельзя. К примеру, хоть я и дизайнер, но я ничего не понимаю в стройке. Я могу спокойно об этом сказать. Говорю, ребят, в стройку я не лезу, я хоть строитель по образованию, но это типа не мое. Я где-то учил это 20 лет назад, где-то на парте сидел, слушал, что-то даже конспектировал, делал упражнения. Но по факту никакого практического опыта я не имел, и туда никогда не стремился. Ты тут же поставил рамки, типа меня по этой теме не дергайте. Я же вам сказал, сказал, то есть ты можешь сразу же ограничить себя с теми вещами, которые тебе не надо. И наоборот сказать, зато все свое время я трачу на то, чтобы развиваться вот в этом направлении. Вот в этом моя уникальность и экспертность. Поэтому многие люди теряются из-за того, что они думают, что они должны знать все обо всем. И боятся каких-то сложных каверзных вопросов. Вот примерно так. То есть один из инструментов это уникальность свою сделать. Это про то, что, ну как бы, типа мне нужно сначала стать, как бы, а как вообще ценить всю экспертность? Вы поняли, эксперт или нет, я уже готов к лечению. Если ты, как стать экспертом, ну как бы не, то есть есть внешняя экспертность, есть внутренняя экспертность. Внутренняя экспертность это когда ты что-то делаешь, какой-то результат, продукт у тебя есть. Ну не важно что. Книга, фильм снимаешь, ролик снимаешь, рекламный текст пишешь. Это внутренне. И это покупают люди. То есть человек это покупает, и значит, если кто-то за это деньги платит, значит, ты уже можешь называться в этой теме экспертом. Ну системно платить. Не кто-то там случайно залетно, да, купил, а потом проклинает. А ну нормально, ты продаешь эту услугу или продукт. Вот. И соответственно, ты уже умеешь это делать. Почему? Потому что у тебя есть последовательность. Ты сделал, и кто-то воспользовался и получил качественный результат. Скажем так, если у тебя отзывы есть хорошие, вот, ну не написанные самостоятельно, да, там, а именно, ну реально люди пользуются, им нравятся. Вот. Соответственно, ты уже можешь называть себя экспертом в этой области. Ты говоришь, я не знаю все там про все, но знаю именно вот в рекламных текстах я разбираюсь, либо там в инфотекстах, или там в дизайне однокомнатной квартиры. Я, короче, область применения моя такая. Все. Ты не называешь себя всем, ты идешь конкретно в эту историю. То есть, ты уже внутри эксперт, с этим можно. Внешне, внешне есть показатели. Есть внешние некие атрибуты экспертности. Они больше относятся, как бы, к успешному человеку, там, или к манере держаться, к всему остальному. Эксперт знает, как, ну тут, мы можем их назвать, но, как бы, они написаны отдельно. Ладно. Слушай, а вот как насчет трассы того, что, типа, я не знаю, я некрасивый, я не умею говорить связанно по микрофону. Боюсь, там, вот это все. Ну да. Боюсь. Ну, это относится все к первой нашей части, что, ну, ты слишком зациклен на себе. Почему это происходит? Ты, потому что думаешь о, ну, оценки, ты не думаешь, ты не уверен, что ты эксперт, значит, ну, у тебя специализации нет. То есть, внутренняя неуверенность в себе, боязнь оценки от этого и плюс, ну, как бы, вот это все накладывается на неумение, допустим, структурировать и передавать информацию. То есть, если ты понимаешь, что у тебя есть офигенный контент, то и ты, если ты его донесешь, ну, как бы, это как лечится. Допустим, у тебя есть, не знаю, какое-нибудь лекарство от какой-нибудь болезни, там, от рака, да, и вот, и ты на какой-нибудь медицинской конференции. И ты такой, вот, пойти, не пойти на сцену. То есть, какая разница, какой ты там будешь? Если твой контент офигенный, то ты можешь там чуть ли не глухонемым быть, тебя будут слушать, потому что ты доносишь пользу. Вот, соответственно, одна стратегия это придумать, ну, или там сформулировать такую авторскую методику или что-то, которая, ну, доносит пользу людям. Все остальное неважно, ну, то есть, вообще без разницы. Все остальное только тренируется. Типа, пофиг всем на то, как я выгляжу на сцене. Если ты даешь отдельный контент, вообще можно хоть как угодно, хоть заползти туда, все равно. Ладно, представим, что я, типа, через, не знаю, постель попал, ну, это я шучу. Слушай, а вот, допустим, я готов, я почувствовал, что я хочу. Как мне конференцию искать, как вообще стать спикером? Ну, чтобы стать спикером, нужно сделать упаковку. Спикерство – это продукт. Вот, если мы возьмем вот эти вот семь навыков, которые я говорю, то есть, это один из навыков продукта. Так же, как у багетной мастерской багеты, то у тебя продукт – это ты на сцене. Чтобы стать туда, тебе нужно объяснить покупателям, покупателям у тебя, организаторы конференции, как они на тебе денег заработают. Ну, по сути, вот так вот. Соответственно, чтобы они на тебе денег заработали, ты должен показать, что либо ты готов как спонсорскую какую-то речь толкнуть, ну, как бы заплатить им денег, либо ты готов взять их спонсора и про них рассказать, ну, про кого-то, то есть, презентовать его со своей стороны, либо ты известный эксперт в своей теме, тебя знают люди и на тебя пойдут, потому что слушателям будет полезно. То есть, ты контентщик. Ты выбираешь себе одно из этих амплуа и несешь ее твоему клиенту, организатору конференции. Дальше, как происходит? Организаторы конференции, у них же время ограничено, они смотрят, у них там 50 заявок. Они смотрят, кто адекватный, что такое адекватный. Есть фотки, правильно упакован, умеет говорить, есть какие-то предыдущие выступления, есть отзывы таких же организаторов конференции, что с помощью этого человека они заработали денег. Вот это все, как бы, это твоя упаковка продукта. Пока у тебя такой упаковки нет, как бы смысл, ну, как бы туда дергаться особо нет. Это если тебя не знают, если ты начинающий, я бы поступил с того, чтобы, как бы, сформировал себя бы как продукт. Вот, в принципе, так и делается. Ну, то есть, если у меня есть какая-то уникальная тема выступления, то это не заинтересует никого. Заинтересует, это и есть твой продукт, но помимо темы выступления у тебя должно быть, ну, как бы, это контентщик ты можешь быть. Ты говоришь, я контентщик. Но, ну, как бы, они тебя спросят, хорошо, а вот есть такой же контентщик, у него тоже тема, но у него еще там 50 тысяч подписчиков. Типа, кого взять, понимаешь? Ты находишься как спикер тоже в конкурентной среде. Вообще, все мы в конкурентной среде находимся. Так, хорошо. Хорошо, окей, допустим, я смог продать себя на конференции. Что дальше, как готовиться? На самом деле, продать себя на конференции очень просто, потому что, что я сейчас рассказал, мало кто вообще понимает и мало кто делает. Если я, как организатор конференции, испытываю большой недостаток нормальных кадров. То есть, те, кто прям нормальные, они на расхват идут вообще, их не дозовешься, да, условно. А те, кто начинающие, у них вообще этого нет, и они вот боятся и не знают, что говорить. Поэтому очень легко начинающим вырваться, просто показав себя более-менее адекватно. Вот это такой лайфхак. Так, какой вопрос? Я знаю, что я довольно много раньше, когда жил в России, выступал на конференциях, но мне, правда, самого звали всегда. Но если бы я, наверное, сам просился бы, я бы не догадался бы, что нужно еще говорить, что, типа, я вам денег заработаю как спикер. Мне казалось, типа, это вообще их забота, я здесь причал, как хотите зарабатывать. Но тебе не обязательно это впрямую говорить, но посыл такой. Ты же думаешь о них, тебя приглашают для чего? Не чтобы тебя прославить, а чтобы, ну, реально, люди для чего делают конференцию? Чтобы денег заработать. Вот, соответственно, им нужно внимание и так далее. Я понял. Хорошо. Давай еще про подготовку. Типа, вот как ты, например, сам относишься, выезжаете на какую-нибудь конференцию, какой-нибудь красильщик приходит из Медузы и говорит, я что-то не подготовился, я делал в самолете, пока прилетел сюда презентацию. Это, типа, нормально или нужно заранее прогонять? Как это вообще? Я не знаю, кто такой красильщик из Медузы, наверное. Да, из Медузы бывший. А, окей. Так, и чего у него? Он не готовится или что? У меня такая фишка, что он никогда не готовится, каждый раз извиняется за это, очень экспромтно, все без презентации, вообще просто рассказывает что-то. Вот, отлично. Это хорошо, плохо, как для тебя. Для меня все равно, если контент годный, мне все равно, кто там сколько готовился, то если он несет пользу, то пусть так и рассказывает. Ну, какая разница? Мне же не важно, что человек такой, так, я готовился три года и теперь пришел, а потом приносит презентацию и там банальности. Ну, какая разница? То есть, по-моему, здесь фокус идет и вообще не должен быть на подготовку. Если ты на сцене зажигаешь, то какая разница, сколько ты там готовился, мне все равно. А ты вообще готовишься? Как готовишься все равно? Я ненавижу готовиться, никогда не готовлюсь, у меня все в голове, у меня практически никогда нет никаких слайдов, ничего, вот, поэтому я могу... У меня простроены связи между семи основными вот этими навыками, я могу ими оперировать, потому что у меня уже встроилась система взаимосвязи, то есть, ну, я это такой уникальный случай, я очень много практиковал, вот, соответственно, вот так. Вот, то, что человек изменяется, типа, вот я не сделал, но он здесь, скорее всего, снимает с себя ответственность, типа, если что-то у него не получится. То, про что я сегодня говорил чуть ранее, да, что, типа, вот, если ты боишься, так и скажи, ну, типа, вот я не подготовился, ну, чтобы потом у тебя, условно, спроса не было. То есть, он ограничивает зону своей ответственности этим самым. Вообще, это не очень профессионально, ну, как бы, с точки зрения... То есть, он так говорит, но, по факту, скорее всего, он нормально выступает, иначе бы его не звали. Ну, конечно, он хорошо выступает. Тогда это такое лукавство, я думаю. Ладно. А вот на дизайн-конференции, например, есть спикеры, ты требуешь их, но мы потом поговорим про организацию, ладно. Не, мы можем закончить, если надо, давай, ну, как бы, как хочешь, чтобы не уйти. Ну, давай просто прошу, чтобы к ним не добыть. Ну, типа, как организатор, требуешь от спикеров, чтобы они прогонялись с тобой, показывали тебе выступление? Спикеры есть разные, есть топовые, которых ты приглашаешь, в которых ты в целом уверен. То есть, для них это площадка, они приходят, выступают. Вот, их мы не прогоняем. Мы прогоняем тех, в ком мы сомневаемся. Допустим, у меня на сцене выступают мои ученики, которые у меня, допустим, в том году проходили курс, теперь они молодые дизайнеры, либо молодые организаторы студии. Естественно, у них опыта еще недостаточно, практического выступлений, и у них там не 10 лет опыта, они могут быть неуверены в себе. Вот, им мы помогаем. У них не так много времени, обычно 15-20 минут, у кого как. Вот, и обязательно спонсоров прогоняем, партнеров, потому что моя задача сделать так, чтобы у них купили, иначе они ко мне не придут в следующий раз. А чтобы у них купили, недостаточно выйти и начать там втирать какую-то дичь про свои самые лучшие продукты. Нужно донести пользу людям. То есть я их тренирую, сам выстраиваю презентацию. Обычно мы делаем день такой, куда всех приглашаю спонсоров, кто выступает, партнеров, и я им строю презентацию так, чтобы они рассказывали то, что нужно дизайнерам. Тогда дизайнеры смотрят, и у меня вот... Мое личное такое достижение, когда ко мне потом подходили дизайнеры, и говорили, вот мне поставщик из Италии понравился больше всего, ну, как бы он классно, хорошо говорит, а он партнер, и он денег заплатил. Вот это самый кайф, то есть когда такое выступление получается. Вот, естественно, к нему потом подходят люди, берут, дают визитки и воспринимают его экспертом. То есть самый кайф не пытаться втюхать свою продукцию со сцены, а именно показать себе экспертность. Хорошо, вот связанный вопрос. Я, допустим, контентщик, я пришел на конференцию, какой-то кейс рассказывать хитрый. А как себя органически в этом выступлении, вообще прилично ли себя продавать? Прилично сказать, типа, кто ты, какие услуги, позвать к себе? Ведь я же контентщик, я типа... Ты имеешь в виду воспользоваться услугами твоими кому-то? Не-не, вот я типа, меня позвали, чтобы я прочитал какой-нибудь доклад на какую-то тему, в которой я разбираюсь. Да. И мы не договаривались с организаторами, что я буду кого-то там продавать, каких-нибудь партнеров пиарить. Просто мое выступление. И как мне на своем выступлении аккуратно сказать про себя, свои услуги залу продать? Вообще это позволительно ли это? Да, это позволительно. Вообще в целом так все и делают. Потому что в конце у тебя последний слайд. Это нормально и допустимо, когда ты даже интервью публикуешь где-то, всегда пишется, кто такой, как с тобой связаться, чем ты можешь быть полезен. Это нормальная такая вежливость, ну как бы история такое, что... Ну иначе просто люди скажут, а вот где этого человека найти? Ну это нормально. Вот. Это стандартная история, то, что ты говоришь, это нужно делать. Бывают отдельно продающие выступления, когда все выступление строится на том, чтобы продать какую-то тему. Вот это недопустимо. Это... То есть ты можешь завернуть контент в продающие выступления. Вот это без заговоренности, это просто тебя потом не позовут. Ну как бы вот так. Я понял, хорошо. Так, вот еще важный для меня вопрос. А как вообще вот... А есть какие-нибудь вот... Можно ли шуточки со сцены? Вот можно ли поднимите руку те, кто вот это все... Как ты к этому относишься? Да, это не можно, это нужно делать. Потому что на самом деле тут есть такая особенность психологии вообще выступления. В чем суть? В том, что когда ты выступаешь, ты должен быть с залом работать. Поэтому на самом деле сама речь и сам контент... Хорошее выступление, короче, оно не контентное. Оно именно эмоциональное. И в этом проблема, когда тебя записывают, потому что потом, когда смотришь ты на это все с ютуба или откуда-нибудь, думаешь, какую чушь он несет. Вот. Поэтому... Но зал кайфует и запоминает тебя как офигенного спикера и специалиста. Вот. Это такой, получается, ну диссонанс. Тебе надо сделать выбор. Либо ты несешь контент какой-то полезный, потом тебя хорошо на ютубе можно смотреть, но зал может сидеть и умирать. Либо ты развлекаешь. Идеально, конечно, и то, и то, если можно. Но все равно я рекомендую, когда выходишь, все равно ставить какую-то себе цель. Если это такое знаковое событие и людей много, там, допустим, сидит там тысяча человек, то тебе лучше с залом работать все равно, как это будет потом смотреться. То есть тебе надо руки, больше активности, больше вовлеченности, упражнения какие-то тупые даже, там, не знаю, чуть ли там не себя похлопать, там, вот, то, что бывает, там, у Тони Робинса или еще где-то. Это не случайно, так надо. Вот. А потом на видео это смотрится очень смешно. Но, как бы, люди, которые не там, они это не понимают. Ну, просто психология такая. Вот. И наоборот, когда у тебя там три человека сидит, ну, бывает, выступления бывают разные, меня приглашают, там сидит 10 человек. Ну, как бы, я не могу уйти, я уже приехал, как бы, ну, подведу. Ну, я смотрю 10 человек, я думаю, ладно, фиг с ними, запишу, ставлю камеру, запишу хотя бы видео для контента себе для Ютуба. Работаю на зрителя. То есть те такие посидели час, полунывали, ну, как бы, какая мне разница, зато у меня офигенный контент, я его выложил. То есть это надо понимать. Слушай, вот, я немножко не понял, ты говоришь, что, типа, когда выходишь, нужно ставить себе цель, а вот какие примеры этих целей бывают? Какую цель ставить-то? Ну, ты для чего выходишь? Крисации или что-то? Да, ты для чего выходишь? Почему ты соглашаешься на выступление? Ну, лично меня просто эго греет, я очень люблю разговаривать, люблю, когда меня хвалят, там, хлопают, вот это все. Ну, окей, вот это одна из целей, это одна из целей повысить свою самооценку личную. Ну, вот, то есть ты можешь себе сказать, я молодец, то есть когда у тебя будет там плохое настроение, сказать, вот, я молодец, мне там хлопали там тысячи человек, например. Вот, это как бы один из инструментов. Это цель нормальная для тебя. Есть цель более, как бы, более меркантильная или продающая, то есть цель показать себя экспертом, чтобы у тебя заказали, например. Цель потренироваться, на самом деле тоже цель. Цель обкатать новую какую-то теорию, то есть новый заход какой-то. Цель продать денег, заработать в моменте. Ну, цели разные бывают. Я понял. Хорошо, окей. Ладно, а вот скажи, зачем эта штука, что типа поднимите руку, как будто ты типа адаптируешь для них выступление, если поднимут меньше, чем ты ожидал. Ну, на самом деле действительно ты адаптируешь выступление, потому что когда... Почему еще, кстати, хорошо без подготовки? Потому что когда ты можешь сориентироваться в зале, в моменте, ты смотришь настрой, как настроены вообще люди. И ты можешь, если тебе сказали, допустим, что будут новички, ты говоришь, а кто новичок? И там два человека, остальные профессионалы. У тебя выступление для новичков, и что ты будешь делать? У тебя слайды для новичков. И ты тут же, ну, все считай, это провальное выступление полностью. А когда ты знаешь просто тему, и для тех, и для тех, и для тех, ты выступая, получается, подстраиваешь под примеры, которые им важны. Поэтому, конечно, это важно. Второй момент, когда люди поднимают руки, они уходят, типа, с телефонов, да, ты конкурируешь даже во время выступления с телефонами, там, со всеми остальным. Они слушают тебя, соответственно, они слушают, они принимают информацию, ты можешь донести их мысль. Иначе чем они отличаются от пустых стульев? То есть тебе надо раскачать аудиторию, ну, это обязательно. У меня, кстати, была такая даже как-то смешная штука, мне всеми было очень интересно, типа, чем люди занимаются, когда они, так, я выступал там на конференции в Москве, в Телеграфе, там было в зале, ну, типа, человек 20, может, но это не моя конференция, я просто был одним из спикеров. И там был такой столик, я положил телефон, открыл Инстаграм и нажал кнопку, типа, notification, и пока стал выступать, смотрел, что у меня резко выросло количество лайков. Ну, то есть люди находили меня в Инстаграме и просто лайкали мои посты, но это было видно у меня на телефоне. Ну, здесь было понятно, чем они занимаются, когда они борются свои телефоны, блин. Вот, я немножко пошутил на эту тему, но все же. Слушай, вот когда ты перестраиваешься на YouTube, то я это впишу в уровень, типа, профи, ну, типа, эксперт, на третий уровень из трех. Потому что, кажется, на первом ты делаешь просто презентушку, на втором я вот не знаю чего, на третьем ты просто без презентации выступаешь и можешь на YouTube перестраиваться, так? Да. А на втором чего? На втором презентацию лучше подготовить, заранее понять, кто там будет, либо презентацию сразу же готовить по три аудитории, какую-то универсальную, и узнав там, кто в зале кто, как это подстроить. То есть ты можешь, в зависимости от процентного содержания, кто есть кто, просто примеры больше показывать. Ну, как бы в процентном соотношении ты приводишь примеры соответствующие, но никого забывать нельзя все равно, то есть должны быть и новички, и профи. Я понял, хорошо. А вот про шутки скажи, типа, как шутить, если не смеются, что делать? Слушай, ну, я в этом не эксперт, это надо делать, у меня с этим тяжело, но я тоже понимаю, что это навык, вот, в следующем году, когда я буду его себе изучать, наверное, расскажу. Я не умею, честно тебе скажу, у меня не получается, и я не знаю как, я, короче, больше таким, по серьезной части, вот, но это надо, то есть это, на самом деле, 50% успеха выступления, поэтому я очень сильно еще не дожимаю. То есть я научился давать контент прикольный, вот, но так, чтобы это было смешно, интересно, ну, как бы интересно, да, но смешно, то есть на меня смотрят только те, кто реально заинтересован, а моя задача захватить всех. А как стряхнуть аудиторию, вот они сидят такие, там, в телефонах пырятся? Упражнение дать любое. Ну, например. Давайте сделаем сейчас самое важное, самая важная часть сейчас, вот, я сейчас вам расскажу самую главную вещь, которая позволила мне там заработать столько денег. Я оба встрепенулись, сейчас мы сделаем с вами упражнение, которое нужно будет вам для того-то, того-то. Возьмите листочек и бумагу, да, начните записывать, то есть первое, напишите, единичку первое, все возьмите, все напишите, все, в принципе, так можно. Вы же записали 1, 2, 3, теперь я скажу самое важное, все записали, кто не записал, давайте подождем этих людей, записали, теперь все записали, поехали. Значит, эти три вещи нужны для вот того, и ты говоришь реально, для чего нужны эти три вещи, то есть ты можешь завернуть любую штуку, ну, как бы под любую штуку, ты можешь реально объяснить, что это очень важно. Потом сказать, так и в жизни, типа, вот, кто сейчас там пишет, кто не пишет, как бы так вот у вас там получится. Ну, как бы вот эта вот вся штука, то, что вот словно из инфобизнеса, она правильная, она рабочая, потому что человек сидел в телефоне, отложите все телефоны, возьмите листочки. Во-первых, они тебя слушаются, значит слушаются, значит ты эксперт. Во-вторых, если ты говоришь, ну, директивно и потом по делу, и потом реально они такие выполнили, выписали упражнения, говоришь, вот именно вот эти слова, которые вы сейчас написали, допустим, уникальность, вот эти слова, которые вы сейчас написали за 3 секунды, ваши, ну, как бы вы должны использовать в там личном бренде или еще где-то. То есть, если вы будете их использовать, когда я сделал такое же упражнение, стал использовать, у меня там повысили из продажи там в течение следующего месяца. Я говорю, попробуйте, типа у вас получится. Все, полезно? Кому полезно? Руки. Все, всем полезно, все молодцы, встрепенулись, идем дальше. Ну, примерно вот так. Хорошо, ладно. Так, а как выдерживать тайминг? Ну, типа мне дают 20 минут, я наступаю, как понять? Время смотреть? Сейчас еще, сейчас отвечу, еще пока в голову пришло, еще интересный пример, когда ты из зала кого-то вызываешь и, ну, разбираешь его кейс какой-то, все включаются. Вот, тоже, ну, как бы еще интересный пример. Ага, вопрос там, что, 20 минут? Ну, типа, как вот следить за таймингом? Как, ну, то есть, я могу по часам смотреть, если у меня 20 минут поступать, но как, типа, сложить, чтобы все уложиться? Ну, во-первых, да, это тренировка, если ты на среднем уровне. Если ты не на среднем уровне, как я делаю? Я понимаю, что в конце мне нужно 2-3 минуты, чтобы показать там Инстаграм, Телеграм и сделать подписку, то есть, ну, как бы финальную продажу сделать. Вот, я понимаю, что у меня нужно там 5 минут, допустим. Соответственно, сколько бы времени не было, или там 3 минуты, сколько бы времени не было, я смотрю на тайминг, и мне важны эти 3 минуты. То есть, я уже вижу, когда остается 5 или 6, я закругляюсь, и последние 3 минуты у меня стабильные. Вот так. То есть, тебе нужно именно последние вот эти 3 минуты. Если у тебя слайды и презентация, то, конечно, ты можешь, ну, это чувствовать надо, то есть, у тебя с опытом получается. Либо ты тренируешь по таймингу, либо ты несешь все, что угодно, ну, в пределах этой темы, если у тебя уже опыт есть, и последние там минуты оставляешь. Я обычно еще на вопросы оставляю, то есть, самый кайф, если люди хотят задавать вопросы, потому что это тоже очень сильно вовлекает. Я понял. Так, и давай еще, наверное, напоследок. Два вопроса. Первый вопрос. Что делать, если задают из зала стрёмные вопросы? Ну, типа, Станислав, ваша система не работает, я вот у себя пробовал, у меня не получилось. Да, ну, а что вы пробовали, что конкретно не получается? Скажет, пусть. На диалог выводишь, хорошо, да, ну, как бы, окей, что конкретно у вас не получается? Давайте посмотрим. Выяснит, что он не делал, ничего не покупал и смотрел какое-то видео. Говорит, ну, конечно, а чё ж? Ну, это не таково, что люди начинают перепалку, один в зале, второй на сцене, начинают разговаривать, все-таки, блин, опять началось. Ну, смотри, тут психологически как, на тебя наезд некий, да, типа, кто-то из зала говорит, не работает, тебе нельзя это оставлять, иначе твой авторитет упадет. То есть, это аксиома, тебе надо доработать эту тему и сливать не надо, потому что, как только ты сольешь, все остальное, ну, как бы, ты сам сольешься. У тебя задача, окей, говоришь, да, есть такое мнение, типа, ничего страшного, хорошо, что вы хоть что-то пробовали, можно так сказать, ну, как бы, большинство людей не пробуют, ну, а вот вы пробовали, это уже похвально, плюс. То есть, человек такой хотел наехать, а ты ему даешь, ты говоришь, да, ты молодец, у него уже раз пыл уже, ну, остывает, спорит, вот, ну, тут надо понять, что ты хочешь, психологический момент, ты говоришь, да, ты молодец, такие люди, как вы, вы хоть что-то пробуйте. Да, не у всех получается, да, не сразу, не всегда, давайте разберем, типа, что у вас не получилось, я попробую вам дать совет, прикинь, то есть, он на тебя наехал, а ты такой говоришь, ничего страшного, у тебя получится, чувак, то есть, ты как бы снисходительно к нему относишься уже, и все это видят, ты понимаешь, а все понимают, что ты помогаешь, что ты не гневаешься, что ты спокоен, и ты хочешь помочь человеку. Вот, в принципе, вот это основная такая вещь, вот, поэтому такие вопросы, это хорошо, а когда ты начнешь его по существу спрашивать, ну, выяснится, что, что, наверное, он не пробовал, или там пробовал, но не все, скачал что-нибудь бесплатное, или там посмотрел, у него не получилось, ты говоришь, ну, вот, именно поэтому вы сейчас на конференцию, рекомендую вам сходить на веб-блог, типа, там мы разберем вашу ситуацию подробно. Сейчас у нас, ну, выступление, как бы, по факту, да, подойдите ко мне там в конце, например, я вам расскажу, либо приходите на веб-блог, мы там разберем вашу ситуацию детально, ну, вот, можно так. Инфобизнесмен подает даже на чужих мнениях. Так и надо, конечно, ты во все встраиваешь. Так это правда, самое печальное, ну, не печально, как бы, эта тема, это правда, то есть, ты не можешь человеку, там, за три секунды, как ты ему поможешь? Тебе, чтобы ему помочь, надо мозг изменить, чтобы мозг изменить, он должен упражнение поделать, чтобы упражнение поделать, с ним кто-то должен заниматься, кто с ним будет бесплатно заниматься? Зачем? У каждого своя жизнь. Заплати денег, с тобой будут заниматься. Ну, как бы, вот так. Это же правда. Я понял. Когда ты ребенка к репетитору отводишь, ты же платишь деньги репетитору, ты же не говоришь, типа, на халяву занимайся. Ну, как бы то же самое, с тобой кто-то должен сидеть и тратить свою жизнь на тебя. И, слушайте, последний, наверное, вопрос пока. А можно ли, типа, быть спикером и заработать на этом баблишко? Можно, конечно. Профессиональный спикер, да. Ну, типа, вот на делянных конференций вы платите спикером? Нет, мы не платим, мы не можем платить, у нас нет бюджета на это, по-честному. У нас не такая прибыль на это история. Иногда кому-то мы платим, но немного и не всем, там, один-два человека. Сколько порядок цифра? Ну, типа, там, тысяч 20-30-50. Типа за выступление? Ну, да, там, ну, условно, мы просим человека в выходной день приехать, ну, как бы он говорит, ну, как бы, ребята, там, я не могу. Ну, или, там, типа, вот, надо платить. Но чаще мы откажем, то есть лучше отказаться чаще всего, то есть, ну, иногда только. Или мы видим, что человек настолько медийный и популярный, что он, допустим, мы говорим, окей, в эти деньги, пожалуйста, сделай там два анонса. Он делает анонс где-то у себя в соцсетях, то есть это нормальная история. Тогда можно и сотку заплатить, потому что от него придут люди. Ну, вот, окей, давай представим, что есть пикер на среднем, либо на высоком уровне, и его зовут куда-нибудь на конференцию выступить в Читу какой-нибудь. Типа, прилично ли просить деньги за то, чтобы поехать в другой город и там, типа, выступать? Да, я прошу 100 тысяч за это, вот я езжу выступать. И, типа, платят? Ну, да. Ну, это, типа, на высшем уровне? Ну, да. Понимаешь, это выгодно. То есть, смотри, допустим, мне оплачивают соточку, но эту соточку можно окупить с двух спонсоров. То есть, я им даже могу подсказать, как они могут деньги на этом заработать. Я могу им дать скрипты, с помощью которых они смогут людей собрать, окупить это, и двух спонсоров. То есть, чтобы меня пригласить, надо взять двух спонсоров, поставить стенды. Ну, потому что они могут сказать, что будет, мы соберем 150-200 дизайнеров, эти дизайнеры, ваши потенциальные клиенты, у вас будет за 50 тысяч возможность выставиться, будете спонсор выступления Орехова. Ну, как бы, кто такой, вот тебе регалии. То есть, это тупо бизнес всегда. Это не то, что там, типа, тебе платят или не платят. Если ты показываешь, как с помощью тебя можно заработать денег, то тебя будут брать. И за эти 100 тысяч ты еще можешь оцены поменять, например? Не, не могу, мои выступления отдельно. Ну, то есть, я никого не... Может выйти передо мной кто-нибудь, там, из них, и сказать, что, вот, типа, вот, наша компания, покупайте. Я говорю, ну, вот, да, компания, могу только сказать, что, вот, спасибо за приглашение, типа, за то, что благодаря этим компаниям, значит, я тут выступаю. Я не знаю, я не лезу там, может, они там мошенники, я же не знаю, кто они такие. Ясно. Ладно. Окей. Ну, а, наверное, типа, середнячку можно хотя бы попросить, там, типа, оплату билетов, гостиницы, все такое. Да, да. Иногда я так езжу, то есть, меня приглашают, когда... У меня какая история, что когда есть либо знакомые, ну, просто с которых я не хочу денег брать, по разным причинам, либо когда, ну, большое количество людей, допустим, они собрали там тысячи человек, и они меня пиарят еще, ну, допустим, больше тысячи там. И тогда, конечно, я поеду, потому что там же моя аудитория, я могу книжки взять, продать. Ну, то есть, на выступление я смогу монетизироваться, вот. И тогда мое условие будет такое, что помимо выступления я сразу скажу, что вы же мне не платите, тогда я сам буду что-то продавать. Прикольно. А про, типа, 100 тысяч не стоит говорить в посте или стоит? Можно про это говорить? Ну, можно, это, в принципе, написано. Хорошо. У меня от 70 до 100, то есть, день это 100, а 70 это, если там, 2-3 часа. Понял тебя. Хорошо. Кажется, что мне, типа, на сегодняшнюю поста хватит. Ну, супер. Все, сейчас я тебе закину файлик и смонтирую, и выложу в канал. Все, конечно. Продолжение следует...